Всем привет, с вами снова Лакмус. Я продолжаю играть в террарию. Наконец-то вышло долгожданное обновление 1.2 и сразу мы видим что налицо многие изменения. Прежде всего это конечно карта. Появилась в игре миникарта, которую можно различным образом настраивать, вот таким вот образом использовать или полностью убрать, но она включается клавишей М и масштабируется вот таким вот образом. Очень полезная функция, давно ее не хватало. Также мы видим анимированные факелы. Я сразу скажу что я пытался залезть на вики, посмотреть. Много информации там конечно написано об изменениях, но к сожалению недостаточно информации подробной. То есть конкретно какие монстры, какие предметы, какой крафт, какие новые боссы. Все это в игре добавлено. Очень много изменений, добавлений как графических, так и геймплейных. Мы видим что изменился внешний вид некоторых предметов. Вот печки изменились, цветочки. Также наши, наш меч изменился. Мушкет тоже изменился. Добавили нам новые слоты в инвентарь. Также увеличена вместимость сундуков значительно. Мы видим. Вот. Это конечно же радует. И обновился ассортимент торговцев. Давайте прошвырнемся, посмотрим. Сначала про торговцев. Здесь вот появилась веревка. Непонятно пока зачем она. Также изменилась функциональность. Здесь ничего нет. Функциональность кирки и кирки топора и молота. Паинтер появился какой-то. Новые персонажи доступны нам теперь. Давайте пригласим его и быстренько дверь на стену вернее заделаем. Новые персонажи появляются в нашем доме. В нашем доме они торговцы в основном, я так понял. Вот этот вот какой-то маляр. Видим у него в руках кисть. В руке также вот ведро явно с краской. Ну и возможно продает он также краску. Появилась в игре возможность подниматься на один блок без прыжка. Замечательная, я считаю, возможность. Смотрим. Ну это кисть, валик и видимо скребок какой-то. Разных цветов краска и картины. Давайте купим одну картину. Украсим наше скромное жилище. Вот таким образом. Кстати, созрели два цветка. Давайте соберем вожай и тут же высадим. Что еще? Я включил освещение более продвинутое, то есть свет теперь будет немножко другой. Также задние фоны немножко изменились, сейчас пока не видно. Добавлены были новые биомы, новые монстры, якобы новые боссы. Здесь у нас добавился травяная стена и цветочная какая-то стена. Не знаю, что это такое, честно говоря. На виде очень мало информации, поэтому я буду пока что методом тыка. Здесь изменился только внешний вид. Также у нас есть еще несколько торговцев. Давайте пробежимся. Так, появились кусачки разных цветов. Вернее, не кусачки, а что это такое? В рейндж. Не знаю, для чего. Также вот какой-то актуатор 10 серебра. Давайте купим, посмотрим, что это такое. и как им пользоваться. Ой, что это я сделал? Хм, непонятно. Ну ладно. Будем считать, что я развиваюсь методом тыка. Здесь появились нитки розовые. Зачем-то. Да, и черные. Ну а здесь вроде бы все тоже. Так, ну и, естественно, чтобы оценить все прелести данного обновления, нужно создавать новый мир. Сейчас я этим и займусь. То есть, старый мир мы не забрасываем. Я просто схожу на разведку. Разобуду новых ресурсов. Сейчас пока что все лишнее я выложу, чтобы долго не затягивать серию. Это я с собой возьму. Так. Так, бомбы, пожалуй, возьмем. Мы вдруг пригодятся. Мало ли куда мы попадем. Такое негостеприимное место. Поскольку добавились новые боссы, то, возможно, один из них нам попадется. Я на это очень надеюсь. И так же надеюсь, что я сразу не сдохну. А хотя бы какое-то время выживу. Так. У нас сразу на помойку. Так же исправлены в игре некоторые баги. Ну, вообще, я сильно подробно не буду рассказывать. Кому интересно, те могут зайти на вики, почитать об изменениях. Вот. Сейчас я постараюсь затаиться зельями. Накрафтить так же зелье. Вот такое вот. Так. Где-то у меня были зелья. Вот они. Вот это возьмем. Вот это возьмем. А вот это давайте возьмем. Ну, и все получается. Так. Так же у меня нет факелов. Я думаю, стоит затариться факелами. Займем денежки. Я думаю, пару стеков можно взять. Стрелы мы продадим. Ну, вот так. Так, что еще нам не хватает? Переоденем каску. Да, и нужно взять нашу свинюшку обязательно. Вот таким образом. Ну, и выдвигаемся. Я создам маленький мир, чтобы нам долго по нему не бродить. Назову его фарм, потому что, скорее всего, придется к нему еще вернуться. Долго создается мир. Так же обещали в описаниях изменения данжа и адских построек всех. Это было бы особенно интересно взглянуть. Задние фоны видим. Новое солнце изменилось. Так, вот я сразу вижу какой-то странный тин. Руда какой-то тин. Так же добавились предметы. Такие вот для антуража. Камни, всякие сосульки, сталактиты. Давайте пойдем в правую часть карты. И блоки теперь можно таким образом изменять. То есть создавать наклонные блоки и половинчатые. Обещали также изменение поведения воды. Вот задний фон пещер изменился. Ну, пока что. Так, какая-то хрень растет. Я нашел пещеру. Что это такое? Йеллоу Мари Голд. Для создания желтой краски, как я понимаю. Понятно, как в Майнкрафте цветочки используются как краска. И вот факелы можно ставить на заднюю стену. И сразу мы нашли сундучок. Давайте посмотрим его. Так, ну, возьмем веревку. Кстати, попробуем, что это такое. Слитки. Все, я собирать не буду. Попробуем, что делает веревка. Так, кстати, там вон еще этот тин. Давайте его тоже соберем. Может быть, с него что-нибудь можно будет скрафтить. Я, честно говоря, не знаю, как переводится тин с английского. А, вот. По веревке можно лазить. То есть это аналог крюка на начальном этапе игры. Чтобы... Опа. Снег пошел. То есть мы достигли снежного биома. Вместо того, чтобы его исследовать, я углубляюсь в пещеру. Ну, это тоже неплохо. Вот мы видим течение воды на наклонных блоках, как было заявлено в описании. Тин бар. Понятно. Идем дальше. Это просто элементы фона, видимо. Еще возьмем веревку, а вот это пригодится. Это нам ничего не надо. Я не буду все подряд собирать. Только более-менее полезные или новые предметы из обновления. Так, какой-то... Да, он на песке спавнится обычно. Снежный биом, видимо, это. И вот на этот фон уже не ставится. Факел. Здесь у нас сапфиры. Давайте соберем. Посмотрим крафт. Изменился внешний вид драгоценных камней. Как мы видим, сталактиты растут. Тут какой-то скелет лежит. Да, но это все элементы фона. Не функциональные особо. Комнатисты. Давайте будем идти вниз все-таки. Преимущественно. Так, и мы нашли комнатку. Довольно-таки быстро. Довольно-таки быстро. Деревянные стены теперь любятся киркой, а не топором. Картинка, кстати. Давайте заберем ее. Только как? Здесь открыто. Вот мы нашли картинку. И сундучок, естественно. Осмотрим. Отберем зелье. Эстрактинатор. Даже не знаю, что это такое, но возьмем, естественно. Статуи алгела не будем брать. Идем дальше вниз. Тут стандартный скелетик. Там какая-то куча камней, видимо. И ловушка. Давайте обезвредим ее сразу. Да, теперь видно хп-мобов, кстати говоря. Вот. Я забыл об этом сказать, но я об этом читал. Особенно это будет полезно нам на боссах. Потому что я все время забываю смотреть, сколько им осталось. Там какой-то грипп растет. Давайте его посмотрим. Что это за хрень такая? Тил. Машрум. Видимо, это тоже для изготовления краски. Лишнее сразу удаляем. Всякую хрень. Экономим место. Хотя у нас есть свинюшка, но все-таки. Так же мох растет, видим, на камнях. Сердечко. Хрень. Нужно обязательно подобрать. Так. Автопазы. Все это соберем. Что-то буду пропадать. Текстурки драгоценных камней также были изменены. Смотрим, что здесь. Так. Ну, я вообще хотел продвигаться, конечно, вниз. Но здесь вроде бы есть проход. У нас, кстати, есть зелье. Что-то я им не пользуюсь. Чтобы не тратить факел, а здесь ни хрена нет прохода. Так. Обойдем. Здесь мы еще не были. Вот, кстати, еще одна комнатка. Сегодня нам везет. Еще один сундук. Вроде как можно носить, говорят. А, вот. А, вот. Вот как это можно носить. Непонятно. Что это такое? Для чего нужно? Стрелы. Это мы сразу выбрасываем. Давайте возьмем эти стрелы. Лечилки, естественно. Ну, и все. Что это за хрень? Непонятно. Статуя. Гаргульи. И какая-то интересная люстра. Да. То есть мы под снежным биомом, видимо. Какие-то ледяные пещеры здесь. Довольно интересные, кстати говоря. Необычно. Сильно изменилась игра визуально. Ага. Вот что. Тут две ловушки подряд. Тут серебро. Серебро я собирать уже не буду. Ну, давайте, наверное, выбираться наверх все-таки. Так, стоять. Секундочку. Там я видел демонический алтарь. Ну да ладно, бог с ним. Я бы хотел... Вот. Какая-то зеленая херня там не дает мне покоя. Давайте-ка ее посмотрим. Да. Да. Действительно, это изумруд. Вот. То есть можно иметь в виду, что они просто так еще бывает лежат. Да. На землю теперь стоит смотреть. Вот. от привычки прыгать на один блок я, наверное, нескоро избавлюсь. А в игре ночь, однако. Идет снег, но почему-то... Ага, вот снежный биом. Наконец-то мы его нашли. Обещали разные деревья в разных биомах. Но здесь обычное дерево. Сразу удаляем лишнее. О! 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 Зомби. Эскимо. Фу! Прикольно. О! Лед. Лед скользит. Соберем несколько блоков, посмотрим крафт. И горшки в разных биомах отличаются по внешнему виду. Хотя содержание у них у всех одинаковое. Также зомби изменены внешне. По сути остались теми же зомби, какими и были. Звездочка. Кстати, я читал, что теперь на крафт звезды маны нужно не 10 звезд, а 5 всего лишь. Это, конечно, значительно упрощает игру. И также я читал, что возможно крафтить какие-то предметы именно для мага. То есть прокачка мага теперь перестала быть просто как бы для названия. Все это стало вполне реальным игровым процессом. Это было бы, конечно, интересно этим заняться, но сейчас у нас другая цель. нам нужно по максимуму здесь осмотреться. Пока что ничего такого сверхъестественного я не вижу. Никаких особо новых врагов нам не попадается. в основном вариации старых только. А вот какая-то пещерка, выходящая вглубь. Многообещающая. У нас заканчивается место. Там вот справа что-то интересное. Давайте сожрем все-таки пару зелий. Так, это демонический алтарь блестит. Опа! Поверхность воды покрыта льдом. Обратите внимание. Лед ломается. Это отлично. Да, но вот снизу его разломать сложнее. И так можно попасть в западню. Так, сдох, если помните первый наш персонаж хардкорный. Бесславно погиб под слоем чего-то. Под слоем чего-то, короче говоря. Так, давайте воспользуемся свинюшкой. И выложим туда все, что нам не скоро пригодится. Вот это вот. Так же увеличена, видите, вместимость стеков. То есть, некоторые предметы складываются в стек по 999 штук. Это, конечно, тоже очень удобно. Особенно касательно строительных материалов. Что еще выложить? Тин вот этот выложим. Топазы. Метисты. Сапфиры выложим. Все это оставим. Это не мешает. Как-то вот так. Давайте посмотрим, что здесь внизу. Внизу здесь ни хрена ничего нету. Нет, вот внизу пещерка. Давайте ее разведаем. Интересно. Водопады. К сожалению, лед не остается. Водопады. К сожалению, лед не остается. Так, ну, здесь нет. я вижу что маленькие пещеры и ловить нам по сути здесь нечего выбираться куда-то большие просторы куда-нибудь вниз кстати можно посмотреть миникарту вот столько уже мы исследовали и у нас кстати поджимает время я думаю что на этом мы завершим вернемся в свой основной дом и посмотрим что же мы такое добыли интересное так установим нашу свинюшку меня прежде всего интересует вот эти два предмета картину повесим сюда отлично по моему просто прекрасно так 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 наш гид смотрим крафты так но это видимо аналог какого-то металла скорее всего меди что броня уж очень стрёмная посох 16 магического дамага вот это то о чем я говорил магические вещи можно крафтить что это такое я вот даже примерно не представляю себе для чего это нужно и как это вообще переводится да ну это краска очевидно что-нибудь новое железо разные типы сундуков соответствующие разным биомам видимо это ограда судя по всему так 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 железная дверь отлично огнемет то есть призвать дестройера можно теперь двумя способами второй с помощью каких-то так дай трейдер то есть прибыл торговец краской дестройера можно призвать теперь с помощью каких-то предметов которые я перевел как позвонки кстати еще один цветочек а где он этот торговец куда черт его занес я его не вижу давайте его поселим поселим мы его вот сюда а этот вот сюда вот так я надеюсь он все таки придет торгуется мы посмотрим но у него скорее всего хотя я не знаю что буду говорить что у него там может быть скорее всего что еще я хотел посмотреть так звезды вот пять звезд звезда в бутылке интересно у меня сейчас нет с собой бутылок стрелы ну и зелье кстати говоря так тоже краска снежные блоки снежки это какой-то амуниция какая-то видимо есть какое-то оружие которое стреляет снежками ну и кирпичи в общем-то это было я это как-то уже видел тин тин понятно давайте посмотрим что можно с крафтить из камней факелы зеленое стекло прикольно разноцветное стекло тут ему нужно до хера всего роба две защиты дает увеличивает максимум маны на 60 однако и уменьшает расход маны на 11% изумрудный посох 21 дамага о, изумрудный крюк а, то есть теперь не обязательно искать крюк с мобов достаточно наковырять вот этих камней 15 штук и скрафтить крюк из них это интересно большой изумруд, как я понимаю падает при смерти это я не знаю что такое зачем нужно честно говоря видимо это да, касается всех камней здесь 19 дамага да, изумрудная роба будет получше а вот если рубин где-то у меня был рубин тапас, ну-ка тапас на 40, тоже стремное а где рубин? вот, аметист рубин я вроде бы не нашел посмотрим аметист аметист на 20, то есть это самое стремное из веревки крафтится моток веревки, как я понимаю разноцветные факелы, естественно а это похоже на костер восстанавливает здоровье видимо стрелы, понятно что еще меня интересовало где-то был лед, вот ледяной факел, интересно ну и ледяной кирпич, понятно пока что это все, что мы смогли наковырять избом, что можно скрафтить так же все так интересно, два ночных клинка совершенно одинаковых а, здесь какой-то блуд батчер нужен а здесь лайт бейн, ну понятно что ж, на сегодня пожалуй на этом все спасибо всем за внимание всем пока 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 Продолжение следует...